13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Николай, добрый день. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем-всем-всем добрый день и всем приятного аппетита. Я хотела с тобой поговорить насчет муниципального и регионального имущества. И зацепилась заметку на бизнес-новостях о начале процедуры ликвидации Вятского губернского дома, 100% акций, который находится в собственности Кировской области. Вот он ликвидируется. Я думаю, что большинство наших слушателей даже не знают, что такое Вятский губернский дом. Но мы расскажем, что находится это предприятие, это учреждение, вернее, в красивом здании, в старинном здании на Динамовском проезде. И когда этот дом создавался, там провели хороший ремонт такой основательный, и создавался он в 2006 году для сохранения и восстановления зданий, имеющих историческое и историко-культурное значение. Когда такое слышишь, что ликвидируется такое учреждение, то кажется, что ставится крест на восстановление зданий, имеющих историческое и историко-культурное значение. А что знаешь ты? Я могу одно сказать, что с 2006 года по 2016 год, я вот, честно говоря, не помню, чтобы силами государства у нас было восстановлено какое-то здание, имеющее историческое и культурное значение. Вот в чем дело. Я вот такого не помню, потому что все реставрации, которые происходят, они либо косметические, либо делаются за счет неких спонсоров, которые потом, собственно говоря, это здание не используют для своих целей, так приведя его в надлежащий вид. Я не думаю, что кто-то будет жалеть о ликвидации ОАО «Вятский губернский дом», потому что, как ты верно заметил, очень многие люди, в том числе я, практически ничего не знаю о этой деятельности. Есть, мне кажется, несколько вот такого рода организаций, созданных правительством для передачи каких-то своих полномочий на более низкий уровень, и в том числе для сокращения числа, условно говоря, чиновников. То есть какие-то функции выносятся за пределы. И там вроде уже не чиновники, да. Там вроде уже ОАО государственное такое. И еще до приезда именно Владимира... Ой, о, все, заговорился Игорь Владимирович Васильев, когда только еще Никита Юрьевич нас покинул. Владимир Владимирович Путин, вспомнил. Да, тут как-то немножко, да. Речь шла о том, что в Кирове довольно-таки много возникло вот таких вот государственных фирм, таких непонятного назначения. Какие-то агентства развития, какие-то там... Та же ипотечная корпорация тоже. Да, вот я и имею в виду, да. Тот же там как-то... Ой, всех не упомнишь. И довольно-таки много, большой список и общественных организаций каких-то непонятного назначения. И как вот не думали, зачем они нужны, мы просто подумали так, что ведь все конторы имеют возможность просто в обход 44-го закона и какими-то деньгами распоряжаться и что-то делать, да, потому что они как бы считаются ведь не госструктурой, да. Вот. Ну и, соответственно, возникает некий маневр, возникают какие-то деньги, которые можно через них истратить на какие-то, ну, неуставные нужды, скажем, нашему руководству правительства. Мы подумали так и решили, что когда приедет новое руководство, оно скорее всего проанализирует деятельности конторы, начнет их ликвидировать за ненадобностью. Собственно, что, в общем-то, и происходит. Поэтому удивляться здесь особо, мне кажется, нечему. Вот. Потому что, ну, вот, я на самом деле говорю, я не могу пока сказать, может быть, я ошибаюсь, может быть, где-то и есть такое здание, которое отреставрировано вот за эти 10 лет усилиями вот этого вот ОАО, и к тому же наверняка оно должно было, это беспривлечение сред государства делать, но тем не менее расставлять другую собственность. Зачем оно нужно тогда? Государство какие-то деньги на его содержание тратит. Вот я прочитал, по-моему, того же Василиева речь насчет того, что сколько наши КГУПы, и вот эти наши стопроцентные акционеры на общество приносят пользу в плане наполнения бюджета, это все какой-то мизер. Так зачем их содержать? Проще их либо расформировать, либо, если это КГУП, то, наоборот, акционировать и продать. Реально продать реальному инвестору за реальные деньги. Поэтому, мне кажется, вполне нормально. Вот, кстати говоря, перекликается с тем, что ты рассказал сейчас, комментарий горожанина под вот этой заметкой на бизнес-новостях. Он спрашивает, зачем КГУПа региональное агентство имущества? Что учреждения не смогут сами продать свои имущества, например? Нет, нет. Какие учреждения могут продавать сами свои имущества? Это имущество государственное продает государство. Соответственно, функции этого КГУПа, вероятнее всего, это вот как раз, опять же, вынесенное за пределы правительства функции по продаже какого-либо имущества. Имущества их очень много. Насколько я помню, могу ошибаться, порядка 6 тысяч объектов недвижего имущества у нас как бы федеральной собственности принадлежит и управляется из области. Это огромное число объектов, многие из которых, насколько, опять-таки, знаю, давным-давно уже никем не проверялись, не инвентаризировались, потому что просто невозможно. Ну, вот упомянутая... Ну, представь, да, вот та же какая-то школа закрывается, да, она ликвидируется. Но здание-то стоит. То есть это здание должно... И оно на балансе. Оно находится, оно по-прежнему. И его нужно поддерживать как-то. Его нужно либо поддерживать, да, либо продавать его нужно. Что сейчас с ними будет происходить с этими огромным... Ты перечислил просто какую-то назвал цифру огромную. Огромную. С этим самым имуществом. С этим самым имуществом. Их очень много, да. А учитывая, что действительно Игорь Васильев сказал, что учреждения эти созданные приносят мизер по сравнению с тем, сколько стоит имущество, в которых эти учреждения находятся. Что сейчас будет происходить? Приватизация, продажа? Она, безусловно, должна происходить, потому что приватизация это очень понятный способ наполнения бюджета, о чем наш юридор губернатор регулярно говорит. А вот это спрос на эту недвижимость. Вопрос ведь не в спросе, а спрос всегда на недвижимость есть. Вопрос в цене, вопрос в том, как это будет продаваться. Потому что, если взять, опять-таки, например, ну, школа в муниципальном роде, она не закрытая, да, скажем, даже не в региональном, не в районном центре, а где-то, скажем, там, ну, в селе. Прекрасное здание, скажем, двухэтажное, полностью застекленное, недавно, в общем-то, отремонтированное по программе какой-либо поддержки связи с территорией. Вот, вопрос в том, что если его продавать за 15 миллионов, его никто не купит. Понимаешь? Но если в городе у нас есть здание, которое продают за рубль под условия того, что оно будет использоваться, и человек будет платить, ну, вносить в него там какие-то изменения, все улучшать, то почему бы не делать то же самое в районах? Окей, когда начнется процесс продажи, ты думаешь? Я не знаю, потому что, вот опять же, если вернуться к разговору о том, что из 6 тысяч зданий, там, может быть, там, 300, там, где-то, находится под контролем и под учетом, остальные просто стоят и разрушаются, теряя спустойность. Потому что если оставить в том же селе вот это здание школы без охраны, то от него через год ничего не останется, потому что все двери, окна, все металлические изделия, они исчезнут, и тогда он будет продаваться, вот как сейчас, по-моему, в Богородском районе здание школы продают, за 15 тысяч рублей на кирпичи. Хотя при, таком, скажем, нормальном подходе, да, то есть можно было договориться с кем-то, кто купил бы это здание, условно говоря, в рассрочку, лет на 10, там, там, платил бы тысяч, там, по 50, по 100 в год, да? То есть государство бы эти деньги получало. Что-нибудь там организовал? Безусловно, что-либо организовал. А вкладывать вот его реальную стоимость, там, порядка, там, 5-7 миллионов, сколько это здание может стоить по балансовой стоимости, да, никто не готов, потому что эти деньги так быстро в селе Укты не отдают. То есть, судя по всему, заново будет проведена инвентаризация, оценка? Я думаю, да, то есть необходимо провести инвентаризацию, оценку, и, во-вторых, придумать вот эти способы такой льготной продажи этих зданий, потому что, на самом деле, то, что в Кирове, это продать можно, это мы понимаем. То, что в районном центре, еще можно продать. Ну, то, что, например, в селе Уктын, то продать довольно сложно. Хотя интерес к недвижимости есть всегда. У нас две минуты до перерыва. Ой, как быстро. Мы начнем до первого перерыва. Я хотела все-таки тебя спросить. Вообще раз с Володей Сметаниной на дневном развороте обсуждали, обсуждали с разными экспертами и со слушателями. Зачем Игорь Владимирович Васильев сделал вот эти заявления насчет переименования города Кирова в Вятку и насчет переноса часов, ну, времени, да, на час вперед перевода стрелок часов. Зачем? Мне кажется, мы немножко неправильно его поняли, потому что насчет Вятки и переименования, там ключевое слово «позже». Я не сказала, что он призвал, но он сделал. Он сказал, что дело в том, что этот вопрос все равно, он будируется, он постоянно идет в процессе обсуждения. Его никуда не деть. Его можно как бы отодвинуть, но он останется. Поэтому он сказал, что надо к нему вернуться и решить его раз и навсегда. Серьезно, всерьез, нормально. То есть как-то подготовиться и решить. Это не вопрос сегодняшнего дня. Что касается перевода стрелок часов, то эта вещь, к которой мы, в принципе, привыкнем, просто я еще раз говорю, что очень многие поняли так, что мы опять начнем их переводить туда-обратно. Речь идет просто о возврате к нашему времени, условно говоря, советских времен, когда мы жили в Москве плюс один. Я к этому времени нормально совершенно относился, никаких сложностей с ним не испытывал. Но еще раз говорю, что был прекрасный плюс, то, что у нас было два Новых года, потом, как там все рассказал слушатель, еще и два старых Новых года. Это вопрос несущественный. Мы просто будем чуть-чуть удобнее жить. Я считаю, что это вполне нормальная решительность. А это зачем? Ну вот. Этот вопрос, он зачем? Этот вопрос не требует финансового положения. Но этот вопрос ему кто-то задавал разве? Безусловно, об этом речь идет, потому что, ну, согласись. Где она идет-то, Коля? В том числе... Кто он спрашивал о переводе стрелок? В том числе, этот вопрос обсуждается. Вопрос обсуждается, потому что, на самом деле, когда вот эта разница, первым живет Москва плюс два, а мы живем Москва ноль, находясь по соседству, это немножко неправильно. Те, кто живут ближе к границам нашей области, в ту сторону, те не очень понимают. Вот это ты вот первый раз говоришь такими общими фразами. Вопрос обсуждается. Где оно-то? Это не лежало на поверхности. Это не было ничего, этого не было на повестке. Свет, я не могу сказать, что там собираются какие-то собрания общие, об этом говорят. Да, такого, безусловно, нет, потому что вопрос не самый актуальный. А во-вторых, дело в том, еще раз говорю, он не требует никаких финансовых уважений. Это всего лишь одно решение. Мы приняли решение, часы перевели и забыли об этом. А то, что говорят, особенно по зиме, потому что да, темнеет, конечно, очень рано. Человек после работы, да, идет по кромешной теме. То есть, Игорь Владимирович не чушь таких папурейских тем. Он не чушь, что это вполне понятная житейская тема. Я думаю, что на таком бытовом уровне это вопрос регулярно обсуждали. А вот интересно, раз он представляет. Он же не забывает, что он много ходил по улицам. Да, вполне конкретным человеком. Он сказал, сделал. Сделал даже больше, чем ожидают, да, вот, судя по действиям сейчас. Что это значит, там, 10 секунд? Время будет переведено? Киров будет переведено? Я думаю, время будет переведено. Раз. А насчет обсуждения переименования? Ну, он же сказал позже. Он же не сказал, что это будет через год и через два. Позже. Он просто сказал, что это вопрос, который требуется решить. То есть, здесь у тебя нет? Сейчас нет. Я думаю, что сейчас это, и он понимает, что сейчас это неактуально. Сейчас мы прервемся на одну минуту, буквально через минуту снова в студии. Это особое мнение главного редактора журнала «Товар, деньги, товар» Николая Голикова. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И это особое мнение главного редактора журнала «Товар, деньги товара Николая Голикова. Еще два слова про переименование. Мы просто продолжали разговор, пока шла у нас такая пауза. Насчет того же переименования, я имею в виду, что... Это Кирова в Вятку или не переименование Кирова? Да, Кирова в Вятку или не переименование Кирова. Или нахождение какого-то компромиссного варианта, о котором мы вчера говорили, в том числе, как бы прозвучало из моих уст предложения назвать город Киров на Вятке. И вообще, как бы закрыть эту тему. Вполне вероятно, что такое окончательное решение вопроса. То есть, окончательное его решение. Ну, это можно провести референдум, я считаю. Вот провели референдум, общенародный, совместить его с теми же губернаторскими выборами. В следующем, в 2017 году. В сентябре все пришли, получили еще один, долетельно отметили свое мнение каким-то образом. И все, и вопрос снят. И каково решение, оно уже имеет силу закона. Закон можно обсуждать до его принятия, а после принятия надо просто выполнять. И эта тема будет как бы закрыта на долгие-долгие годы. А Эдли, в таком случае должна найтись какая-то общественная организация, которая вынесет предложение о референдуме. Я думаю, что если губернатор будет не против, вот это само это процедура, он может это инициировать и сам, это может унициировать любая общественная организация, законодательное собрание, там самое главное, чтобы Закон Собрания поддержала эту инициативу. Или нет, в данном случае мэрия города, мы про город говорим. Про город. Я думаю, тогда никаких препятствий не будет, референдум пройдет, и вопрос на самом деле будет снят в том или ином виде в повестке дня. Это Николай Голиков, его особое мнение. Ну и каждый день, это уже привычное мероприятие, даже не знаю, как мы будем жить, когда это все закончится и захочется никогда не будет. Это про отставки я имею в виду. Ой, да ладно, у нас всего четверо, у меня отставленных осталось, ты что? То есть немножко еще. Совсем немножко, и причем... А вторые, третьи это уже нет, это уже немножко другое, это уже как бы низшая лига пошла. А по высшей лиге осталось 4 человека, причем... Давай их перечислим. Да, это, насколько я знаю, Евгений Михеев остался еще, да, но я думаю, что когда ему исполнится 60, он красиво уйдет и на государственную пенсию. Скорее всего, вопрос решится так. То есть если у Галинского получилось, что его могли сократить, его должность Александра Александровича, должность сократить, и он как бы автоматом перешел на право получения госпенсии, то должность министра сократить гораздо сложнее, не то, что я видел, что в министерах будет меньше. Вот, я думаю, он досидит до 60 лет и тихонечко красиво уйдет на пенсию. Остался Зорин, наш любимый этичный министр. Александр Зорин. Вот. Но это до такой степени технический министр, что я думаю, что он вполне может пережить еще очень многих губернаторов. Но, с другой стороны, как бы понимаешь, он наставлен на министр технически, ни политически, ни в какой степени. А вот два оставшихся еще после этого, то есть Алексей Алексеевич Катеричков. Сельское хозяйство. Андрей Борисович, Скальный, это уже люди как бы значимые. Да, потому что вот мне очень интересно. Но Скальный не успел долго пожить с командой Белых, правда? Дело тут не в команде Белых. Я бы сказал, здесь дело в команде другого человека. Потому что здесь дело немножко как в команде Валерия Васильевича Крепостнова. А Скальный человек Крепостнова? У Валерия Васильевича два направления деятельности. Культура. Сельское хозяйство и культура. А, Котлячков и Скальный. Котлячков и Скальный. У меня было два человека, которые контролируют, как реализуются планы Валерия Васильевича по сельскому хозяйству, по культуре. Поэтому для меня это индикатор. Если эти люди останутся, то можно говорить о том, что у нас не все элиты равноудалены. И некоторые более равны, чем остальные. Именно господин Крепостнов. И вот эти слухи, которые идут в том, что Игорь Владимирович там ненадолго, а только на год, он площадочку расчистит и уедет, и оставит это все местным расхлебывать. Тогда они приобретают совсем другое звучание и становятся похожи на правду. А слушай, ну и говорили, что на самом деле и госпожа Ковалева тоже близка к Крепостнову. Безусловно, близка к Крепостнову, да. Однако, что мы видим, мало того, что ее уволили, так еще и Васильев собственной персоной пояснил, за что уволили. И так уволили не очень. Видишь ли, вот то, о чем говорил губернатор, это, ну как тебе сказать, человек, который ищет повод для увольнения, он его найдет. На самом деле, смотри, вот эти вот кредиты бюджетные. Волили ее, напомню, за нарушение соглашений с федеральными ведомствами. Вот. Они всегда воспринимались как часть некой дотации, да. То есть регион получал... Мы говорим про кредиты сейчас. Да, про кредиты, да. Федеральные. Федеральные кредиты. Они отличаются от дотаций только тем, что как бы надо возвращать. Но все вот эти годы, пока с деньгами у государства было нормально, никто эти кредиты, собственно, не возвращал. Просто в конце года, когда приходило время расчета, или там в сентябре, когда оно приходило, писали, что они будут использованы по такому-то целевому назначению. Это была довольно-таки фиктивная отписка, да, и на нее никто внимания не обращал. То есть они использовались так, как нужно. Но для того, чтобы их оставить, не возвращать, писали, что они будут использованы для какой-то цели. В итоге получилось так, что, если посмотреть на бумаги, то порядка 15 миллиардов федеральных денег у нас оказались использованы нецелевым образом. Вот в чем кисть. Посмотреть на бумаги осталось. Да, потому что на самом деле все это было в нормах, сложившиеся в то время, так вот, как сказать, финансового оборота. А сейчас, когда денег не стало и стали вдруг смотреть и как, что, да, куда, оказалось, что вот обман. Хотя этим занимались совершенно все регионы. Я думаю, что... И продолжать заниматься. И продолжать заниматься. Я думаю, что сейчас уже нет, потому что, как бы им сказали, что давайте поточнее с этим быть поаккуратнее, потому что федеральный бюджет тоже испытывает определенную напряженку, и деньги туда периодически нужно возвращать. Вот. Ну вот, видишь ли, Елена Васильевна, она все-таки финансист. Она финансист. И поэтому работать на кого-либо, на чьи-либо интересы, она все равно не может. Потому что она не распоряжается деньгами, а по-русски только считает. Считает там в соответствии с планами. Поэтому, как бы сказать, что она работала на двух хозяев, нельзя. Поэтому здесь увольнение связано, скорее всего, с работой над нынешним бюджетом. Возможно, возникнет предупреждение. А про двух хозяев ты имеешь в виду, она работала на крепостного и на белых? Нет, я как раз имею в виду, что нельзя работать на двух хозяев, будучи бухгалтером. Не работала? Нет, конечно. То есть она, безусловно, она очень связана с этим вот коллективом Борисовича и Валерия Васильевича и Крепостнову. Вот, по крайней мере, не знаю. Тут в последний раз я наблюдал, когда их всех на дне рождения у Перескокова, то она там была. Это глава города, простите. Да, то была там и она, был там и Валерий Васильевич, и был там Олег Юрьевич. То есть вся вот эта компания была в сборе. Но это, еще раз говорю, это не было основанием для того, чтобы ее оставить. Потому что она не распоряжалась этими деньгами, а только вела по-русски говоря, счет вела. А что касается вот этих двух министров, которые остались, они на самом деле, они реализуют политику. Поэтому мне очень интересно, если они останутся, либо нет. Еще раз напоминаем, что это сельское хозяйство. Сельское хозяйство и культура. То есть два основных направления деятельности нашего мецената. Вот что я хочу сказать по поводу сокращений. А насчет того, что правительство меняется полностью, мы как-то здесь же в студии сидели, и когда мне спросили, кого бы ты хотел оставить из правительства, я сказал никого. Я так сказал, никого. То есть мне не жалко никого из тех, кто ушел. То есть люди, когда идут на государственную службу, они должны понимать, как солдат, который... Правильно я понимаю, и не будет жалко никогда. Вот. Они должны понимать, что эта работа связана с определенными рисками, в том числе с такими. То есть сменится руководство, и ты будешь уволен. Эта работа не навсегда. Сменяемость власти это прекрасно. Хорошо. То, что сменяюсь во власти, это прекрасно, это здорово, да. А слышал ли ты о трудоустройстве хотя бы одного из уволившихся или уволенных чиновников? Во-первых, меня мало интересует их дальнейшая судьба, так же точно, как меня мало интересовала их деятельность, потому что я ее не видел. У тебя как журналиста она не может не интересовать. Кто это тебе сказал? Кто это тебе сказал, что мне должна интересовать судьба трудоустройства? У тебя людей, которые по 7 лет работали в правительстве нашей области, тебя немало вообще не задевает? Нет. Меня задевало то, как они работают в правительстве. Они работали, как я всегда об этом говорил, работали плохо. Я говорил это всегда. Люди, которые работали плохо, ушли из правительства. Это хорошо. Опять-таки. Я не думаю, что люди за 7 лет работы в правительстве не обеспечили себе нормальную подушку безопасности, чтобы спокойно, не торопясь, в течение года или двух найти себе новое место службы. Я думаю, что они наработали довольно большое количество связей, каких-то знакомств и прочих, чтобы найти себе приличное место службы и не выпасть в итоге из обороны. В Кировской области? Если они не могут устроиться в Кировской области, ты знаешь, есть такое понятие, оно существует до сих пор, волчий билет. Я с ним сталкивался хорошо, потому что сам был его обладателем пару раз в жизни. Но ведь вопрос в том, что... То есть ты имеешь в виду, что если они не могут в Кировской области трудоустроиться, то вполне возможно, их уволили с волчьим билетом? Вполне возможно, что им просто сказали, что работу в Кировской области не ищите, вы здесь не нужны. В госучреждениях они работу не получат. Но ведь есть сфера частная, есть сфера частная, где можно вполне работать. Они могут, собственно, заняться бизнесом, как у нас Медведев же предлагают учителям бизнесом заняться. Почему бы Елене Васильевне Николаевне не открыть коммерческое предприятие с ее опытом финансовым? Понимаешь? Я не думаю, что эти люди пропадут и меня меньше всего заботят, как они будут устроиться. Так что я уже ими не интересуюсь, честно скажу. — Все, ясно. И тогда я прошу тебя прокомментировать то, что с сайта правительства пропали все материалы с упоминанием Никиты Белых. Мало того, сегодня, как выясняется, не только его, вот и Ковалеву тоже уже гораздо меньше о ней стало упоминаний, чуть ли не в два раза. Вот эта вот история про то, что сервер наджабился и, к сожалению, вернуть не смогли, ты в нее веришь? — Я представляю себе все немножко по-другому. Хотя, Света, меня, конечно, очень смутило, что это все-таки официальный сайт правительства области. И когда с официального сайта вообще что-то пропадает, это, понимаешь, это вызывает очень большое недоверие. Сайт — это к тому же еще и источник публикации документов и чего-то еще. И ты начинаешь думать о том, а документы-то вообще, которые на этом сайте находятся, они будут там долго или они могут точно так же пропасть, они могут видоизмениться, как, кстати, бывает. — Да, вот. Это вызывает большое недоверие. Я вообще не знаю, как это регулироваться. По большому счету, с официального сайта вообще ничего пропадать не должно. Потому что это официальное... Ну как вот, газеты публикуют, да, что-либо, это уже никуда не пропадет. — Или где-то должно храниться и восстанавливаться. — Соответственно, поэтому как бы это... В этом плане у меня есть большое неудовольствие о случившемся. А как это произошло? Я все-таки думаю, это было вот так, Света. Моя версия. Которые сейчас пытаются работать с губернатором Васильевым, они все время точно так же пытались работать с губернатором Белого. И многие были очень рады, если вдруг на официальном сайте появлялась фотография, где они сидят рядом с Никитой Юрьевичем, жнут ему ручку или прижались к нему плечиком. Это относится к мужчинам и к женщинам. Сейчас эти люди хотели бы, чтобы этих фотографий не было. Вполне возможно, что кто-то из них просто пользуется своим служебным положением. Зачем хакнуть? Подошел. Там же обслуживают нормальные люди. Сидят девочки, мальчики. Погоди, погоди. Практически всю информацию за многие годы ради одной фотографии. Свет, я говорю, слушай, а можно ли сделать так, чтобы представь, что я был министром Белых, или там сейчас где-то нахожусь, я говорю, фотографии, где есть горликов Белых и тексты, где мы упоминаем все вместе, можно ли удалить? Что сложного, да? Все остальные. Дело в том, что когда человек начинает удалять, он же не удаляет каждый материал, он же просто пишет удалить то, где содержится, скажем, горликов и белых. Вот теперь поставь вместо и или и полетит все к черту. Все, где был белых и все, где был горликов. Понимаешь? А чей след тут прослеживается? Вот я как раз... Опять Валерий Васильевич. Ой, 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 ой. Нет? Да я думаю, что очень много может быть интересантов в этом. Дело в том, что смотри, вот у меня... Ты веришь в это? У меня сутки нет интернета, свет, сутки нет интернета, я пользую это время тем, что разбираю архивы особой газеты, в том числе фотоархивы. И там такое удивительное число фотографий, где вокруг Никиты Юрьевича... Кого только нет. Кого только нет. И какими только подобострастными лицами они вокруг него не вьются. Как только они ему ручку не жмут, сгибаясь в поясничке. Понимаешь? Я думаю, что очень многие эти люди, они до сих пор у нас... Рады тому, что надзабился сервер. Они очень рады тому, что этот сервер сдох. И они бы очень, я думаю, хотели, чтобы и у меня в архиве этих фоток не было. А я даже подумал, что я, пожалуй, все эти фотки сейчас соберу. Там очень много великих наших людей, разного уровня, муниципального и областного, которые там, скажем так... Ой, Коля, рискуешь. А чем рискую? Это самое веселое зрелище, потому что очень многие, которые кристикают его сегодня, да? Я просто такую ленту сделаю. Товар, деньги, товар? Да, на сайт повешу, у нас он не наджабится. Ну, я процитирую, я просто не могу не процитировать. Я просто как бы свет восполнивать пропавшее на официальном сайте. Это прекрасно, мы будем ждать. Такой вот фотолентой. Там будет очень много великих людей, которые сейчас стараются как бы забыть об этом своем прошлом. Ну, я не могу все равно в конце не процитировать все-таки Игоря Васильева, потому что заявление очень опять четкое, последовательное. На следующий же, после моего назначения день, все предшествующие события, результаты, имена теряют значение. С 29 июля требуется ввести любой отсчет победам и поражениям. Нет никакой предыдущей команды с ее свершениями и ошибками. Есть только жизнь, которая течет здесь и сейчас. Во-первых, это очень хорошее изобретение. Выходим на перерыв. Ладно, я продолжу. Тут, мне кажется, давай. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Все-таки ты решил прокомментировать. Нет, я как раз начал говорить такую почувственную речь. Ты меня очень красиво так... Ну, просто там такой финиш. Есть только жизнь, которая течет здесь и сейчас. Я начал говорить, что это очень правильное заявление с той точки зрения, что на самом деле, в отличие от предыдущих назначенцев и избранных у нас губернаторов, он не говорит, что он там что-то продолжает, что делает. Он говорит, что вот есть 29 июля, вот с этого дня считайте, пожалуйста, плюсы, минусы и прочее, прочее. Я не собираюсь скрываться за то, что было плохо для меня или что было хорошо для меня. Вот я пришел с этого времени и считайте, да, что будет лучше, что будет хуже. А второй вопрос, что, конечно, для этого что-то удалять откуда-то совершенно необязательно. То есть есть дата... Откуда-то даже. Да, тем более с официального сайта, с чего, собственно, и начал, что все-таки это... Понимаешь, я-то, конечно, не верю в виртуальный мир, да, для меня официальный сайт это такая же иллюзия, как все остальные сайты и социальные сайты. И динозавр в ходе. И динозавр дремучий, да, потому что, опять же скажу, если бы все это было в бумажном виде, издавалось, переплеталось, то тогда бы уже нельзя было забыть гирострат. А сейчас вот мы... Это вот дебилохизация, как вчера сказала Володя Сметанин, она, как сказать, получила вот такой инструмент. Продолжается наша программа. И у меня несколько тем для ее завершения. У нас есть достаточно времени, 10 минут внутри темы, я тебе это прям предлагаю выбрать. Это критика в Рио промпарков, и что с ними тогда теперь будет, да? Тогда теперь, да? Интересный механизм, может быть, тебе, как человек, который все-таки глубоко погружен в тему муниципалитетов, районов, снятие глав поселений. Вообще, что с ними происходит сейчас с главами поселений? Усмехается Николай Голиков. И нами таки достались 800 аж миллионов на ремонт дорог в следующем году. Как мы тут не сомневались, что не успеют, документацию не подготовят, транспортную политику критиковали. А успели, молодцы. Ну, насчет 800 миллионов на самом деле успели, молодцы. И так, ну, сейчас скажем, 800 миллионов, которые выделит нам федеральный центр на ремонт дорог. Да, нам осталось теперь дождаться весны, посмотреть, что осталось с теми миллионами, которые нам в этом году выделили. 500 было. Вот, потому что, судя по тому, что уже осенью происходит, на отремонтированных улицах весной там будет еще хуже. И вот, понимаешь, вот это вот соображение немножко радость убавляет. Потому что, похоже, мы эти 500 миллионов снова потратили неизвестно на что. Но ты же помнишь заявление, опять же, возвращаемся к Игорю Васильеву, который вошел, во-первых, в рабочую группу по ремонту. Эта рабочая группа проверяла, даже как-то утром я шел, часов в 6 утра я на дара нахожу на работу, и вот там шла целая бригада, в том числе общественные палаты, да, были люди Васильева, там не было, конечно. Вот они шли, что-то шагали, смотрели, проверяли, что-то там вырубали, а в итоге сейчас на этом месте яма и лужа. Так что, видимо, это... Ты помнишь, какая была ситуация? Игорь Васильев сказал, что сам будет лично контролировать. И в этот момент на прямой линии Владимир Васильевич Быко сказал, я буду стоять рядом с вами. Ну, я не видел ни того, ни другого, стоящего у этих ям, подождем до следующей весны. Весной они будут это делать. Весной, да, весной, когда... Дело в том, что чем плохи вот эти ямы, все эти речники, которые сейчас есть, ты сама понимаешь, в них затекает водичка, потом эта водичка расширяется, потом она... То есть, опять 800 миллионов на пару лет? Вот. Какой пару лет? На год? Здесь, по-моему, даже на год тоже, по некоторым будицам не хватает. И, понимаешь, меня не оставляет мысль, что все вот эти исчезающие сотни миллионов закатанные в Осипаре, все-таки это не так и бескорыстно, как может показаться приемом контроля. Мне кажется, если Игорь Владимирович чуть-чуть более так серьезно займется этим вопросом, то, может быть, вот те 800 миллионов, которые будут в следующем году, они хотя бы там гарантийный срок свой отслужат, наверное. Четыре года. Ну, это, как бы я еще говорю, это в любом случае новость позитивная, когда дают деньги, это всегда хорошо. Что касается глав сельских поселений, Свет, то я заулыбался-то не потому, что мне там весело. Да, я просто скажу, что депутатский корпус собирается разработать механизм снятия глав поселений, потому что сейчас, видите ли, его нет. То есть в любой момент нельзя снять главу поселений. Его можно выбрать, потом он должен дожить до конца срока. Главы поселений стараются как-то не доживать до конца срока, потому что, столкнувшись с финансовой ситуацией, они стараются как можно скорее оттуда сбежать. Я не думаю, что вопрос по снятию глав актуален. Большинство наших сельских поселений... Там очередь не стоит на глав поселений, во-первых. Там очередь на глав не стоит. Более того, если уйдет там ныне действующий глава, который там кому-то, может быть, не нравится, то другого на его место поставить некого. Поэтому, когда говорят о том, что механизм снятия, там люди, когда о таких законах говорят, они имеют в виду конкретно некоторых людей, которые им почему-то мешают. У нас есть несколько довольно-таки зажиточных сельских поселений, как ни странно, в Жумовском районе, где благодаря, может быть, случайности или чему-то есть какое-то предприятие, например, спиртовый завод, например, есть в Жумовском районе. И это поселение, оно богатое, там есть глава. Есть должен быть механизм его снятия для того, чтобы на это место поставить кого-то другого. Своего человека. Ну, я вот так просто к примеру привел. Я думаю, что там уже наверняка свой стоит человек. Но есть поселение, если этот механизм будет, этот закон просто никогда не нужен, потому что там нужно искать механизм, как бы назначить кого-нибудь этим главой, чтобы как-то уговорить человека, вот какой механизм нужен. Потому что это люди, не имеющие ни бюджета, ни возможности как-то работать. Это теперь взлом ответственности. Ответственность за все. Постоянно под угрозой. Постоянно проверяющие, постоянно все органы приезжают, смотрят пожарные там, дорожники, кто угодно. Все надо делать, а в бюджете ноль. И никаких перспектив. Если к тому же еще сейчас будет сворачиваться проект поддержки местных инициатив, то и перспективы никакой. А что есть к тому предпособы? Ну, насколько я знаю, вот в бюджете исправлен 2016 год, который уже исправили. Да, вот сейчас нас укоротили. Там, по-моему, ноль стоит уже в этой графе. На 2017 год? На 2016. На 2016. То есть то, что заплатить в 2016 году, по-моему, заплачено не будет. Я могу ошибаться, Свет, насколько я слышал, так. Я не так глубоко читал бюджет. В любом случае, это собачья работа. И я не думаю, что вот этот закон, он, вот как вот, что стоит обсуждать. Это, скорее всего, касается нескольких фигурок, где-то по области, в сытых сельских муниципалитетах, их мало, но они есть, которые кто-то хочет поменять, чем-то не устраивает. Например, они не хотят, чтобы сельховое предприятие, которое у них есть, присоединилось к более крупному. Ты знаешь, что это происходит? Главы районов не хотят. Не главы, это главы сельских поселений. Сельских поселений. Главы районов все уже воспитаны давно. Например, когда вот вошла, они там присоединяли сельхозпредприятие к более крупному, по-моему, красному знамени, не могу ошибаться, там ведь была настоящая агрессия. Там заставляли учителей ходить с прокламациями за то, что проголосуете, чтобы ваши дети жить. Люди не хотели вступать в более крупное хозяйство, а их заставляли. К коллективизации. Это шла насильственная коллективизация, да? Причем, смотри, эти предприятия, их же не покупают, их просто забирают. А за это им еще государство денег дает. Это же очень выгодный бизнес. Укрупняться-то, понимаешь? Причем против воли СПК. Поэтому, если там поменять, можно будет механизм поменять главу поселения, то эти вопросы будут решаться легче. И какие-то лакомые небольшие хозяйства будут присоединяться значительно проще. Не надо будет нанимать учителей тратить деньги и нервы. Поэтому я думаю, что это очень такой точечный закон, и он просто кому-то очень нужен. Он ничего не изменит, потому что на самом деле проблема в другом. Не хватает этих глав сельских поселений. А толковых-то людей на этом месте просто не найти. Там же нет денег. И что у нас из трех тем-то осталось? У нас остались промпарки. Промпарки, понимаешь? Я всегда вспоминаю слова мудрого президента Татарстана, который, по-моему, в 2009 году, вот я могу ошибиться, когда ездил Никита Юрьевич за опытом в промышленный парк татарстанский, по-моему, в Елабу он ездил, да? И сказал, что мы хотим в чистом поле у вязких полян построить промпарк. На что президент Татарстана Шаймиев еще был, когда Микимир сказал, ребята, не занимайтесь ерундой, откройте там барахолку. Если вы хотите создать рабочие места, вы их создадите. Если вы хотите зарыть деньги в землю, стройте промпарк. Не послушался Никита Юрьевич, мудрого татарстанского президента. И в итоге, как верно заметил Васильев, потратили 500 миллионов, а только федеральных денег создали. Сколько? 40 рабочих мест. И сейчас постоянно, каждую неделю новости из Вятских полян, что кто-то приезжает и требует, чтобы муниципальная власть искала резидентов, срочно искать резидентов, видимо, дан какой-то срок. А понимаешь, там же совершенно неприспособленная местность, а там, чтобы это приспособить к нормальному производству, надо еще полмиллиарда туда вбухать, а их уже нет, никто не даст. Поэтому вот это вот очень хорошая система, когда эти полмиллиарда лежали на дружеском счету Никите Юрьевичу. А сколько они там? Года два лежали, пока там все эти слова шли. И просто контора хорошо жила на проценты от этого полумиллиарда, и банк, я думаю, себя хорошо чувствовал, когда такой депозитик у него лежит, тоже приятно все будет. Мне кажется, это было главное в этой идее. А то потом построят, не построят, бог с ним. Вот в итоге такой конфуз и получился. Сама идея промпарков хороша, но так, как они у нас делают, так, как выбираются для их места, так, как выбирается профильная штука, это все совершенно непродумано. Потому что на самом деле тратить на создание одного рабочего места, там, 20 миллионов рублей, это абсурд. Ну смотри, Игорь Владимирович Васильев, судя по всему, к которому ты испытываешь глубокое уважение. У меня пока нет оснований, не испытывая к нему уважения. Он сказал, что необходимо сейчас продолжить поиски инвесторов, создать новое производство рабочих местах. Ну, то же самое и говорит. А что остается делать? То же самое и говорит. А где ты их, и чем ты их привлечешь? Ну понимаешь, изначально, когда планировались какие-то инвесторы, тот же Вязкополянский парк, предполагалось, что там будет нормальное промпроизводство. Но когда там нет нормальной канализации для нормального промпроизводства, а здесь верил найти другой, что верил найти. Сейчас будут искать других инвесторов. Каких? Ищут-то те же люди. По-проще. Ну, люди поменяются. Да там проще уже некуда, ты же знаешь. Ну, я думаю, что промпарк надо чем-то заполнять. И там опять же свет, понимаешь, дело даже не... Открыть барахолку опять? Ну, на самом деле, хотя бы там какую-то торговлю открыть, хотя там неудобные торговли есть. Неудобные. Там в Англии воспроизводят. Ну, я еще раз говорю, что сама по себе тема промпарков, она хорошая. Но как они делаются? Вот я не знаю, за каким опытом ездили. А это вообще для Кирова? За каким опытом ездили в Татарстан, но переняли что-то не то там явно. В Татарстане промпарки прекрасно работают. Да мало ли что там в Татарстане работают. Так это рядом. Там такие же люди, такие же железные дороги, такие же автомобильные дороги. Да, получше, конечно. Вот я ужасно сейчас в голову пришел, что вот если бы эта территория была татарская, там бы промпарк развивался? Его бы там не стали ставить. Дело в том, что если бы они не торопились и нормально вели переговоры с Молотом, ну, точнее, с Ростехнологией... То самое предприятие, из-за закрытия которого... Да, и, собственно говоря, где площади-то освободились в итоге. Просто надо было договариваться, а не ножками топать. И промпарк был бы в Вятских полянах, на промышленных нормальных площадках. Удобный всем и всюду. Ну, со всех сторон удобный, да, готовый для производства. Ну, там же была игра амбиций. У нас же Никита Юрьевич сказал, Никита Юрьевич сделал. А договариваться было... Как всякий руководитель. Договариваться это было не его профессия. Ну что, мы посмотрим, как пойдут дела. Ну, хотелось бы, чтобы они пошли. Как будут продвигаться эти вопросы, да. Но мы видим, что какие-то идут. Результатов хотелось бы дождаться. Будем ждать. Спасибо. Это было особое мнение редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» Николая Голикова. У микрофона была Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания.